Самое яркое, негативное впечатление от танцора с тобой, когда он начинает во время танца, вот прямо начинается танец, и он показывает, на что он гораст, то есть самоутверждаться. Я не знаю, по какой причине это происходит, то ли от хорошего посыла, то есть, ой, я могу и так, и так, и так, и так, вот я все умею, и показать. Так и от более негативного посыла, когда, да я тебе сейчас покажу, на что я способен. Понимаете, о чем я говорю? На самом деле ни один, ни другой вариант не производит такого впечатления на девочку, какое вы, может быть, иногда рассчитываете произвести. Нет, ей нужно другое. Ей нужно, чтобы вы во время танца относились к ней как к леди, как к женщине. И чтобы вы пытались не перетанцевать ее во время танца, не доказать ей, кто вы такой есть, и на что вы способны, и какая у вас комбинаторика, или какая у вас растяжка, или что-то еще. Она требует индивидуального подхода лично к себе. То есть создайте с ней танец, тот, который будет в данном случае именно с этой партнершей, под эту музыку, настолько гармоничен, что, несмотря на ее уровень, о котором мы сейчас поговорили, уровень может быть разный, от самого маленького, среднего до высокого. Несмотря на ее уровень, танец с любым партнером должен получиться как мечта, созданная ими дворями, то есть созидание. Не борьба. Борьба, возможно, но она какая-то такая... Это все какие-то исключения. Игра. Игра, игра, да, да. Игра на борьбе, возможно. То есть красование друг перед другом. Но это чаще всего идет через призму какой-то шутки, прикола и так далее. То есть не по-настоящему. А чего хочет женщина, опять же, возвращаясь к теме данного разговора, она хочет личного подхода к себе. Сделайте ей, я не знаю, обратите внимание на что угодно в ее костюме, в походке, в макияже, в глазах. Расположите к себе в начале танца. Не начинайте танец сразу соло, еще чего-нибудь. Нет. Мне кажется, я говорю прописные истины, банальные вещи, но почему-то все равно происходит иногда по-другому. Так вот, опять же, никогда, если вы, тут нужно частный случай рассматривать, если вы, допустим, приглашаете партнершей, она вас пригласила партнершей, вы с первых шагов начинаете понимать, что уровень ее слабоват. Ну, она мало что еще как бы может на танцполе. Сделайте все равно все для того, чтобы она почувствовала себя комфортно в этом танце. Если не королева их танцпола, то просто комфортно. Отнесите, не показывайте на ней все свои, я не знаю, штуки, которые вы умеете. С партнером, но готова следовать за ним, слушаться его, но просто ей не хватает еще опыта танцевания. А партнер всячески своим видом отстраненным показывает, что у нее низкий уровень для меня. И показывает ко всем остальным. Вот это, к сожалению, видно, это неприятно. Так вот, я говорю, чего хочет партнерша в отношении к себе? Какая бы я ни была, какого уровня, умею я, не умею я что-то сделать, отнесись ко мне, к моему уровню так, и построи свое танцевание так, чтобы мне было комфортно. Есть такая знаменитая фраза, пока ученые выясняли, чего хочет женщина, она передумала. Так вот, не пытайтесь угадать, чего она хочет. Моделируйте свой танец, она будет с вами или в гармонии, или нет. То есть, или получится это, или не получится. Не надо, ну, угождать специально, угадывать, чего она в данный момент хочет. Просто будьте с музыкой и с ней, как с женщиной в данный момент. Ну, если вы с ней говорите. Когда у меня контакт с партнером, и все время идет взаимодействие под музыку, я понимаю, как он все это под музыку укладывает, выводит, и еще и контакт со мной. Мне пофиг, какой у меня в данный момент, я не знаю, задели, не задели, прическа, что-то. Пофиг, я в танце. Я вот здесь это не покажу. Не знаю, мне кажется, большинство девочек тоже, если она в танце, если она с вами. Ой, что-то вот здесь не так. Знаете, только ухо порвали. Бывало. Бывало, да. Я или передаю эстафету, или слушаю какие-нибудь еще вопросы. Что-то надо будет. Будет быть.